Неприятный запах в нашем пограничном городе – явление, которое на протяжении уже не одного года беспокоит брещан. Причем многие из них уверены – всему виной очистные их сосед мусороперерабатывающий завод, а также канализационные насосные станции. И вроде бы аргументы железные, однако не все задумываются о первоначальных источниках. Провели анализ стоков независимые европейские эксперты. Стоки города Бреста соответствуют 700-тысячному населению среднеевропейского города. И концентрация такая высокая обусловлена структурой нашей промышленности. Это прежде всего наша перерабатывающая промышленность. Поэтому, конечно, наш мясокомбинат, наш Гефест, наш Саушкин – они объективно дают определенные стоки, которые имеют соответствующую структуру. Но по Гефесту работы сделаны. По Саушкину ведутся большие уже наработки, чтобы были свои локальные очистные. По мясокомбинату тоже эта работа сделана. Поэтому здесь мы подходим комплексно. В свою очередь, на втором фронте очистных и КНС-ках работники предприятия «Водоканал» всего за два месяца провели объемную, а главное – качественную работу. На КНС номер один по улице Гоголя были заменены фильтры для очистки воздуха. Специальными настилами были накрыты приемные камеры на очистных, а также завершены работы по монтажу фильтра биологической очистки системой вентиляции. Именно в нем развиваются микроорганизмы, поглощающие соединения аммиака и сероводорода, которые и являются причиной неприятного запаха. Планируется до конца накрыть все каналы от здания решеток до первичных отстойников, их загерметизировать полностью. И при необходимости поставить вентиляцию для забора воздуха и подать ее на фильтр. Я считаю, что на данный момент первая часть задачи выполнена. То есть мы реально в пять раз уменьшили концентрацию выбросов в воздух. В пять раз. Эта работа ведется комплексно, она включает в себя работу самих очистных, работа на КНС-ках, особенно на первой КНС-ке, там стоят новые фильтры. Я думаю, что горожане, наверное, уже обратили внимание, что тема немножечко потеряла свою остроту в хорошем понимании и уверен, что эту работу мы дальше будем продолжать. Это прежде всего вопрос эстетики, а значит и уровня авторитета нашего города, уверен мэр города Александр Рогачук. Городоначальник также подчеркнул, что концептуальное решение проблемы неприятного запаха в полной реконструкции очистных сооружений. И работа в этом направлении уже ведется. 16 марта будет вскрытие конвертов по реконструкции очистных сооружений. И где-то в течение двух-трех месяцев будет выбран победитель. Месяца восемь будет идти проектирование данного, проектирование реконструкции очистных сооружений. И затем начнется строительство. Окончание строительства запланировано на конец 2018 года. Цена вопроса 24 миллиона евро находится в рамках финансирования через наше трансграничное сотрудничество. Но ждать 2018 года, ждать 2019 года, сказать, что к тысячелетию пахнуть не будет, наверное, неправильно. И я абсолютно уверен, что мы сделаем максимум возможной, и тема будет для города уже не актуальной.